Друзья, подержите. Поддержим аплодисментами. Сейчас мы Борису устроим кликер, и он начнет свою презентацию. Привет, друзья. Мы тоже, просто чтобы придумать какой-нибудь дисклеймер, почему я здесь, я честно не считаю себя великим предпринимателем, мы тоже клиенты Bittrex. И попросили поговорить на такую, может, провокационную тему, как погибнуть, и просто чуть-чуть поделиться своим опытом. Надо начать с самого начала, собственно, вокруг чего все крутится. Точка — это бывший банк 24.ру, 16 сентября 2014 года. У нас отозвали лицензию. И обычно это событие, после которого они возвращаются, и тем более не ходят на свободе и не разговаривают. Я думаю, вы там знаете часть истории, что мы вернули всем все деньги и восстановили, и вся команда перешла в открытие. И даже здесь я с большим смущением и радостью встретил наших клиентов. Спасибо всем, кто… Можно еще… О, вау, сколько вас. Спасибо вам огромное. И спасибо за слова поддержки. Но если чуть-чуть откатиться назад, в 2008 году это был обычный Екатеринбургский банк. Мы занимались всякой фигней, какой обычно занимаются маленькие региональные банки. Делали все подряд, покупали, продавали заводы, загородную недвижимость, участки. Да, у нас был какой-то хороший технический бэкграунд, но не больше того. Вот примерно так это все выглядело. И случайно в 2009 году мы стали думать, блин, как-то геморренно продавать все по отдельности. Давайте соберем это все в какие-то пакетики. И получился такой вот пакет. Это был пакет для физических лиц. Позже его скопировал русский стандарт, банк в кармане и другие банки. Мы первые, кто догадался, смешать карту с интернет-банком, все это стрясти и начать продавать. И мы стали это все делать и обнаружили, что если людей ловить в торговых центрах и впихивать в них этот продукт, они его будут брать. И шли какие-то продажи. И в Excel, там, знаете, мы построили модель, и в Excel там был минус, 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 инвестиции, 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 инвестиции. И на четвертый, на пятый год взрывной рост и миллиард прибыли. Я такой думаю, блин, в этом случае надо, ну, либо честно сказать акционерам, что я в это не сильно верю, либо на четвертый год надо просто куда-то исчезать. Ну, либо и шаг, либо и мир, вот эта вот история. И, а я тогда и сейчас преподавал в университете и периодически хантил оттуда смышленых людей. И у нас было пару студентов. И я им говорю, слушайте, мы вот такую штуку собрали. Вам же все равно нечем заняться. Соберите такую же для юриков. Ну, что, нормально же. Ну, для физиков же как-то получилось все вместе. Интернет-банк, карта. Ну, людям нравится. Прибыли в этом нет. Если физиков не обманывать, а мне не нравится обманывать, поэтому, ну, соберите на всякий случай. Они собрали такую же коробочку для юриков. И мы подумали, блин, ну, давайте раздадим ее нашим друзьям, юридическим компаниям, бухгалтерским компаниям. Они продадут это как сервис своим клиентам. И я даже не стал следить за тем, что и как происходит. И вдруг смотрю, вау, там в Excel на третий месяц уже сразу прибыль. И людям нравится. И я как-то помню, ночью позвонил одному из акционеров и говорю, слушай, с физиками фигня какая-то. Ну, упластываемся, и ни любви, ни счастья, ничего. А тут случайно какую-то хрень сделали, она стала расти. И людям стало нравиться. И так появилась первая корпоративная карта в России. Это все вместе, удобно, и быстрый счет открывать. И он так говорит, ну, и забей ты на физиков. Занимайся тем, что получается. Я, как так? Ну, у меня же неудача. Ну, мне же сказали розницей заниматься. И там ничего не получается. Он говорит, слушай, ты не концентрируйся на том, что не получается. Концентрируйся на том, что получается. Вы слышали про вьетнамских детей? Нет про этот эксперимент? Не слышали? Ладно, я не планировал про это рассказывать, но вьетнамские дети того достойны. Американцам стало дико стыдно после того, как они разбомбили Вьетнам. И они такие, блин, вьетнамские детишки, все какие-то рахитики, давайте им поможем. И они отправили туда миссию помочь вьетнамским детишкам. И выясняется, что надо много денег. Короче, всех вьетнамских детишек надо кормить витаминками, иначе ничего не помогает. И эта миссия вернулась, сказала, блин, надо много денег. Американцы сказали, нам, конечно, стыдно, но денег мы не дадим. Отправили туда следующую миссию. Буквально трех или четырех человек. Они приехали в какую-то вьетнамскую деревню и начали исследовать не рахитичных детей, а нашли в деревне двух здоровых детей. И стали интересоваться не почему те заболели. С теми все понятно. Мал нутришн, мало витаминов. Стали интересоваться, почему эти нафиг здоровые. И выяснилось, что вьетнамская еда рис. И взрослые ели, когда хотели. А детей считалось, надо кормить один раз утром, один раз вечером и только чистым рисом. Это была такая детская еда в их понимании. А вот эти здоровые, случайно здоровые дети, они, короче, все были из неблагополучных семей. Они жрали рис с кузнечиками, жрали его не один, не два раза в день, а три, четыре, пять. Добавляли туда все эти присыпочки и нормальными вырастали. И тогда эти ребята сконцентрировались не на больных детях, а на здоровых. Собрали всю деревню, сказали, вот видите, вот тут получается. просто попробуйте. Ну, они же у вас уже все равно рахетики. Просто попробуйте. Вот начните кормить их так же, как вы сами взрослые едите и пусть едят сколько хотят. И бинго. Тогда они позвали ребят из соседней деревни и сказали, видите, в этой деревне дети здоровые. Дальше понятно, да, что произошло. Концентрируешься на неудачах, думаешь, блин, сколько же надо ресурсов для того, чтобы это победить. Замечаешь что-то, что начинает расти и дальше это просто умножаешь. Может быть, этот пример кому-то из вас поможет. Часто во время изменений мы концентрируемся на тех вещах, которые мы сто лет делали, которые не получаются. Если оглянуться вокруг, скорее всего, есть какая-то хрень, на которую вы не обращаете внимания, но которая получается. И мы начали заниматься, и у нас стало получаться. Мы очень быстро там какие-то первые места заняли в рейтинге. Но все-таки возвращаясь к истории. Лицензию отзывают, и дальше начинают происходить необъяснимые вещи. Клиенты приходят к офисам, дарят цветы, пишут, приносят наклеечки, наклеивают на двери офисов. И вы знаете, в бизнес-учебниках говорят, если ты хочешь понять, что ты делаешь, нужен ли твой бизнес, представь, что его не будет. И почему люди будут скучать? Я всегда читал и думал, да, вот надо как-нибудь представить. Огромное спасибо регулятору за возможность это увидеть. Но это нас всех дико вдохновило. Вы знаете, как здорово чем-то заниматься, понимая, что даже когда этого сейчас нет, поэтому по какой-то причине скучали, этого не хватало. Мы давали что-то больше, чем расчеты. Мы вкладывали в это чуть больше. И это, собственно, дало нам силы как-то начать очень быстро взбивать с командой, с акционерами, сконцентрироваться на возврате денег клиентам, взбивать лапками молоко, превращать его в сметану, пока мы… Это очень такие тяжелые месяцы были. Но в феврале мы снова запустились. Наша первая посадочная. Еще через 4 месяца точка опять там далеко занимает первое место во всяких рейтингах интернет-банков по удобству и поэтому… Но важно не это. Важно возвращающиеся клиенты. Кто на картинке? И отчасти почему, ну, я так понимаю, меня сюда позвали, это считается, что есть какой-то особый рецепт, как так получилось. И типа я сейчас поделюсь рецептом, и у вас у всех, короче, у кого трудные времена, вы такие, ну, у нас же есть рецепт. Заглотил волшебную таблетку, у вас тоже все получится. И как-то проводили соревнования по подводному нырянию, и Василий Иванович там первое место занял. И к нему Петька подходит и говорит, Василий Иванович, я тебя, конечно, поздравляю, мы потом за это выпьем, картошечкой закусим, но ты мне скажи, ты ведь даже плавать не умеешь, как ты победил? Василий Иванович ему и отвечает, говорит, Петька, не поверишь, трусами за корягу зацепился. Мне кажется, если вы хотели рецепт успеха, то вот он. Но что нам реально помогло еще в этой ситуации, это не про рецепт, это скорее про отношения внутри. В ситуации катастрофических изменений чинить что-то уже поздно. приходится опираться на то, что было. И где-то там вместе с ребятами из кнопки мы начали исследовать темы аджайла, холокрайти, очень сильно децентрализовались, много дали возможности людям самостоятельно принимать решения. И мы сказали одну простую вещь. Ребята, вот в этот момент такая ситуация, нет ответов, что будет дальше. У нас есть желание пронырнуть, это не гарантия, это возможность. И давайте мы сейчас все перейдем в режим стаи. Каждый лидер должен сделать так, чтобы его стаи, с его стаи тоже все было хорошо. И вы знаете, этот термин и определение стаи всех как-то вдохновило. И мы сказали, мы пооткусываемся, мы повоюем. Мы будем с одной стороны все очень независимы, но с другой стороны действовать скоординированно. И люди начали делать потрясающие вещи. Сотрудники контакт-центра, онлайн-офисы сами сбросились из своих денег, чтобы разослать смски клиентам, что им делать дальше и как получить деньги. И такие вещи как-то начали происходить одна за другой. Это нас очень сильно поддерживало. А потом, позже уже, мне кажется, это во многом объясняет. Есть такой дядечка Талиб, который написал про черного лебедя. Он, кстати, как-то в Сколково, говорят, был. У него есть книжка «Антихрупкость». И он пишет о том, что надо быть непрочным. «Титаник» был большим и прочным. Надо быть антихрупким. И это нечто другое. Узнаете чувака на фотографии? Кто это? Лев Николаевич. Кто это? Кто за Толстого? Очень хорошо. С задних рядов там, наверное, хуже видно. Кто еще за кого? Дарвин, да. Дарвин известен своим выражением. Выживает сильнейший. Нет. Что, он не так говорил? Вы, кстати, в курсе, что он был дьяконом англиканской церкви? И не очень верил в межвидовую эволюцию. Но он верил в одну, другую вещь, что выживает не сильнейший, выживает самый приспособляемый. Вот оригинал. Именно не сильнейший выживает и не самый умный. Знаете же этот прикол? Проводишь опрос в любой аудитории. Как вы думаете, вы относитесь к 10% самых умных в этой аудитории? И где-то 95% отвечает, да, я вхожу в топ-10 самых умных в этой аудитории. Все так подумали, блин, неужели я туда не попадаю? Ладно. Но хорошая новость и в том, что выживание, похоже, не зависит от этого. Ваше эго от этого зависит, выживания нет. И нет силы. И нет прочности. Похоже, оно зависит от приспособляемости. Похоже, оно зависит от возможности реально не зацикливаться на том, что не получается. Зацикливаться наоборот на том, что получается. Бегать, как стая волков, очень быстро перестраиваясь, когда надо атакуя, когда надо защищаясь. Итак, наша история, она реально как зацепиться трусами за корягу. Мы делали один продукт, потом мы нащупали другой, он начал расти, потом у нас была рана несопоставимая с жизнью. Но мы были сверх всего этого очень сфокусированы на нашем клиенте, на предпринимателе, на том, кто вкладывает свою силу, свою энергию, свою душу в том, чтобы менять мир. Я новым сотрудникам всегда спрашиваю, вы жрали сегодня? Они такие, да. Вы сегодня одеты? Такие, да. И вот это все появилось благодаря предпринимателям. А мы здесь для того, чтобы делать их жизнь хоть чуточку лучше. И мне нравится то, что делают люди, собравшиеся в этом зале, потому что вы тоже делаете жизнь предпринимателей проще, эффективней. И, вы знаете, нас еще в какой-то момент очень парили конкуренты, тут скопировали, там скопировали, ну, достает. А потом мы подумали, блин, если наша миссия делать всем предпринимателям хорошо, и мы кого-то не успели затащить к нам, ну, слава богу, конкуренты скопируют, у них это через четыре года тоже появится, но в целом же предпринимателям хорошо будет. Нормально же? И, да, потом мы восстановились, опять есть, опять есть клиенты, люди пишут, что им хорошо, но возвращаясь назад к прочному Титанику и возвращаясь назад к этой истории, мне кажется, и вот это мистика, но я искренне в это верю. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, блин, все вьетнамские дети болеют и нет никаких денег, чтобы накормить их витаминами. Кажется, что есть ситуации, из которых, ну вот, когда лицензию это звали, ну мне реально казалось, жизнь закончилась. Я 12 лет так или иначе в это вкладывал, занимался этим проектом, подбирал, выращивал всех, кто там был и вот все так. но потом, когда ты об этом думаешь чуть дальше, ты понимаешь, что нет, жизнь не закончилась. Когда есть идея, которая чуть больше, чем ты, когда есть идея, которая, ну, чуть-чуть сильнее, чем сиюминутное обстоятельство, и есть желание это видеть и возможность быстро изменяться. неважно, как это там потом назвать, скрам, agile, холокрайт или просто открытые глаза и разумный взгляд на жизнь. И тогда мы сняли ролик про себя и про предпринимателей, про тех, кто меняет мир. решительные и смелые. Здесь и в любой точке предприниматели создают мир. Что из ничего движимые мечтой превращают чужие проблемы в свои, живут тем, что делают, чтобы другие могли жить, как хотят и будут стоять до последнего. Почему они это делают? Дело не в деньгах. точка банк для предпринимателей. Не самые умные, не самые сильные, не самые прочные, но смелые, решительные, адаптивные и те, кто видит что-то за горизонтом. Огромное вам спасибо за то, что вы есть и успехов всем нам. Спасибо.